Новое видео выходит каждый день в 20.00. Никогда бы и не подумал, что буду делать ролик по типу никому не нужный на Данила Герреру. На Данила Герреру. Герреру Данила. Господи, какая же у тебя сложная фамилия, однако, мой дорогой друг. Однако, давайте же с этим разберемся поподробнее. На моем канале присутствует уже не один и даже не два ролика, посвященные такому человеку, как Данилу Геррере. И вы справедливо можете меня спросить. Данил, а почему из всей горы, абсолютно всех самперов, ты выбрал именно Данила Герреру? Почему не Вертеича? Почему не Митина? Почему не Дапа? Почему именно Данил Геррера является твоим лучшим другом, а по совместительству человека, которого ты хочешь в сексуальном плане? А я вам и отвечу. Дело в том, что самый первый конфликт, самые первые разногласия у меня были именно с Данилом Геррери. С Данилкой Геррери, с Данилкой, а, ну, Геррер, я думаю, что вы меня понимаете. И я его дико люблю. Данил Геррера мой лучший друг. Потому что, вот если бы не было Данила Герреры, то сейчас я бы не занимался тем, чем я занимаюсь. Именно Данил Геррера побудил меня делать какую-то критику в самп-сегменте Ютуба. Если бы не он, то я бы и не смог взглянуть на вот всех этих прогнивших GTA-самп-ютуберов с другой стороны. Я бы смотрел на них с обывательской точки зрения. Я бы думал, господи, какой же Брулев классный, как же он классно делает новости. Господи, какие же вертич делают качественные ролики. Господи, да как же Митин классно играет на адвансе и ссорится уже в десятый раз с админами. Я бы думал именно так. И я бы не принимал абсолютно никакие другие точки зрения. Я бы так же, как и миллиарды детей, ставил дизлайки под роликами человека, который пытается переубедить других людей в том, что они смотрят говно. Я бы делал точно так же. Но Данил Геррера сделал так. Он абсолютно изменил мое мнение. В деметрально противоположную сторону. И за это я хочу сказать ему огромнейшее спасибо. Ведь если бы не Данил Геррера, я бы не стал тем, кем я стал. Вы бы не подписались на меня. Вы бы не любили меня за то, чем я являюсь. Я бы не стал искренне... Я вообще не думал, что тебя могут полюбить на Ютубе за то, что ты говоришь что-то искренне. За то, что ты не скрываешь своих эмоций. За то, что ты материшься. За то, что ты покрываешь любых людей матом. За то, что ты говоришь правду. Я бы никогда не подумал. И именно ситуация с Данилом Геррера заставила меня абсолютно перемениться по отношению ко многим GTA-самп-ютуберам. Именно поэтому я очень сильно люблю Данила Геррера. Я даю ему дань уважения. Однако, он пошел по абсолютно не той дороге, по которой ему было предначертано идти. Он оступился. И сегодня за это я его буду ебать. И ебать я его буду жестко. Давайте же для начала пробежимся по краткой биографии Данила Геррера. Кто же это такой? Чем знаменит? И почему я его уважаю? Во времена, когда я только, наверное, начинал играть в GTA-самп и покровительствовал таких проектов, как Advanced Roleplay и Diamond Roleplay. Просто души в них ничал. Думал, господи, какие же это классные проекты. Я наткнулся на один из обзоров Данила Геррера. И тут как понеслось. Я просмотрел абсолютно все обзоры на абсолютно все GTA-самп-серверы, которые в тот момент были. И я понял, что этот человек говорит правду. Что он действительно адекватно критикует сервера. Что он в самом деле ищет какие-то изъяны. Что он не пиздит. Что он озвучивает обзоры за кадровым голосом. И не как тогда было модно, что ты просто заходишь и в барон гейм корона стайли сделаешь обзор на сервер. Это было в новинку для меня, что в обзорах присутствует хоть какой-то монтаж. Данил Геррера, спасибо за лучшие ролики моего GTA. Вот, я не знаю, обывательского, я не знаю, просмотра роликов или наподобие того. Я обожаю тебя за это. За то, каким ты был. А не то, каким ты стал, к сожалению. У меня, безусловно, стоит колокольчик на твой канал. Но я не смотрю уже ни одного твоего ролика. Потому что то, что ты делаешь, абсолютно мне не нужно. Так и никому не нужно. Именно поэтому сегодня ты никому не нужный. И давайте пробежимся по краткой иерархии серверов, по которым бегал Данил Геррера. Первоначально это были Ашотские будни. Он снимал на бонусных GTA Samp серверах за деньги. На полном серьезе. Оправдывая это тем, что ему нужен ПК. Правда, потом он нашел достаточно большое количество серверов по типу Гранд РП и Юнион Ролеплей. Было что-то такое. И перебивался между ними, видимо, там, где ему больше платили. Однако потом за Гранд Ролеплей у него что-то не сложилось. И он пошел на Ревент Ролеплей. На котором он стал активно и активно снимать свои дорогие летсплеи. И тогда я уже начал подумывать, мол, Данил, ты, по-моему, задвигаешь мне какую-то полнейшую дичь. Ты, по-моему, делаешь какое-то откровенное говно. Я просто не знаю, зачем ты это делаешь. Удали это, пожалуйста, блядь. Я не понимаю. И когда я уже перестал его смотреть полностью. Он объявляет о своем переходе на такой проект, как Аризона Ролеплей. Если вы не особо знакомы с роликами на канале Данила Геррера, сейчас я вам объясню. Аризона Ролеплей это тот проект, на который Данил Геррера обещал, вернее, наверное, даже клялся не идти. Он говорил, что, господи, я себя не на помойке нашел, чтобы играть на вашем проекте. Ему предлагали 10 тысяч рублей за удаление одного ролика про Аризона Ролеплей. Впоследствии этих роликов было все больше и больше. Он говорил, я не возьму ваши грязные деньги, они мне абсолютно не нужны. Я проживу и так. Однако, Данил Геррера все-таки взял деньги. И начал рассказывать нам о том, какой же Аризона Ролеплей все-таки классный сервер. И у него также вышел ролик с минусами. Однако эти минусы, они были максимально притянуты за уши. Мол, чуваки, ну я говорю про плюсы, но и минусы у Аризоны тоже есть. Так в минусы он, допустим, привел то, что вот это вот диалоговое окно с заправкой автомобиля, оно выглядит некрасиво. Да и больше я вспомнить абсолютно ничего не могу. И аксессуары еще сзади ему не понравились. Но это настолько незначительные минусы, что их можно было даже не упоминать. Или упомянуть их вскользь где-нибудь на стриме. Однако нет, Данил Геррера продолжал снимать на Аризоне. И из каких-то обычных роликов по типу обзоров на плюсы и минусы Аризоны, он перешел уже на обычные летсплеи, в которых он просто выполнял квесты. Было даже время, когда он играл в GTA 5 и просто наложил логотип Аризоны поверх ролика. Тогда его, конечно же, наругали все, кто только мог. Однако, Данил Геррера после длительных репрессий, после длительного буллинга в сети на него, он все-таки решил уйти с Аризоны роли-плей обратно на Ривент роли-плей. Там он проснимал достаточно небольшое количество времени. Даже успел отстоять, по-моему, на лидерке ЛСПД или СФПД или ЛВПД. Я уж точно не помню, да и это не имеет особого значения. Но потом все вдруг резко переменилось, и Ривент роли-плей распустил абсолютно всех ютуберов. В том числе и Шелкоза, в том числе и Данила Герреру, в том числе и Помойку Гангстера, или как его там зовут, я точно не помню. И вот Данил Геррера никому, уже на то время ненужный, слезно просится на такой проект, как Тринити Роли-Плей. И его туда, разумеется, берут. Ну а что было дальше, я думаю, что это уже абсолютно другая история. Могу лишь сказать, что мы потеряли одного из людей, которые не боялись высказывать свое мнение на те или иные темы, на те или иные сервера. То есть, он высказывал свое мнение, не боясь того, что будет. Он прекрасно понимал, что если сейчас он выскажет мнение насчет этого проекта, то в будущем он ему не заплатит никогда. Потому что мнение Данила Геррера являлось авторитетным. Если Данил Геррера засрал ваш сервер, значит, ваш сервер полное говно, на котором никто не будет играть. И если Данил Геррера мало ли поставил оценку больше, чем 3 из 10, значит, ваш сервер дико пиздатый. Потому что у Данила Геррера оценки были дико занижены, и непонятно из чего они вообще складывались. Однако, Данил Геррера просором. Мы его потеряли. Прошлого Данила Геррера уже не вернуть. Который говорил правду. Который просовывал лопату в анальное отверстие разработчиков Резона Рулеплей. За то, что они спиздили маппинг с какого-то там другого сервера. Старого Данила Геррера уже не вернуть. Он уже не тот. Он боится высказывать свое жесткое. Радикальное мнение насчет каких-либо серверов. Потому что он понимает, что если вдруг его мало ли выгонят с Тринити Рулеплей, идти ему будет некуда. В случае, если он обосрал все сервера или какие-то новые стартапы, которые только появляются. Он это прекрасно понимает. И поэтому не допускает лишнего слова по отношению к какому-нибудь серверу. Который в будущем может ему платить, если его выгонят с Тринити. Именно поэтому его новые обзоры на серверы, которые появляются, это не те обзоры, которые были раньше. Это не те адовые обзоры, где Данил Геррера говорил все, что хотел. Это максимально толерантные обзоры. Максимально терпимые. Где он говорит о минусах какого-то сервера, как о минусах Резона Рулеплей. То есть они как бы и есть, но их как бы и нету. И в этом весь сегодняшний Данил Геррера. Непонятно, что он будет делать дальше, ведь если его выгонят с Тринити Рулеплей, идти ему в самом деле некуда. Придется искать вакансию на бирже труда. А это как бы, ну не особо хорошо. Я такого не могу пожелать даже своему злейшему врагу, даже Данилу Геррере. Это мой друг, однако я ему не могу такое пожелать. В общем ладно, всем огромнейшее спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.